По статистике концлагеря Освенцим в первый месяц погибал каждый шестой заключенный, во второй каждый двенадцатый, а в третий и каждый последующий месяцы лишь один из ста. То есть люди, сумевшие выжить в аду концлагеря первые три месяца, имели шанс выжить и в течение нескольких лет. Освенцим. Маленький провинциальный городок в центре Польши. В годы Второй мировой войны из-за выгодного географического расположения Освенцим стал крупнейшим транспортным узлом Третьего Рейха. Именно по этой причине весной 1940 года по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в Освенциме началось строительство нового концентрационного лагеря, получившего название Аушвиц. Через месяц после открытия лагерь принял первых узников. Это были жители Кракова, ученые, художники, студенты и писатели. По национальности поляки и евреи. Их было 728 человек. Все они погибли. 23 сентября 1941 года в Освенцим по железной дороге доставили большую группу советских военнопленных. Около 600 человек. В основном это были офицеры, захваченные в первые недели войны на советско-польской границе. Их разместили в подвалах блока номер 11. Через несколько часов все они были умерщвлены по новой технологии. Это был первый в истории концлагеря эксперимент по уничтожению людей в газовой камере. Газ-циклон Б, он такой кристаллообразный. Он не жидкий, не такой, а в кристаллах. Загнали 600 человек в один из подвалов мужского лагеря, вот в самом, в Освенциме. И забрасывали туда горстями этот самый газ. И причем у меня есть тут книга, воспоминания одного из комендантов этого лагеря, Рудольфа Гесса. И он цинично пишет. Мы не знали, какую дозу нужно было применить для того, чтобы человек умер. И так продолжалось несколько дней. Они открывали, смотрели, живые люди, еще двигаются, засыпали очередную дозу. Так они дозировали, так сказать, измеряли сколько нужно. Ирина Харина до начала войны жила в Москве. Закончила школу и успела поступить на первый курс Московского авиационного института. После того, как вся страна узнала о подвиге Зои Космодемьянской, решила стать разведчиком. Успешно окончила специальные курсы. Затем в составе разведгруппы из четырех человек была заброшена в тыл немецких войск. Попала в плен и спустя некоторое время оказалась в Освенциме. Процедура приема в лагерь была неизменна. Узников выгружали из эшелона на специально огороженную платформу. Тут же забирали весь багаж и сбрасывали его в одно место. После этого медики-эсэсовцы путем одного лишь внешнего осмотра производили отбор. Или, как они сами говорили, селекцию. В одну сторону отправляли физически сильных женщин и мужчин, в другой всех остальных – больных, стариков, детей, женщин с младенцами. Первых ждал рабский труд, вторые сразу отправлялись в газовые камеры и крематории. Будущим рабам Освенцима номера накалывали на левой руке. До 1943 года эта мера применялась только по отношению к евреям. Затем, вплоть до падения Третьего Рейха, подобным образом метили узников всех национальностей. Исключением были только немцы. В целях идентификации заключенных в Освенциме применялась целая система опознавательных знаков. На работу истощенных людей поднимали в 3 часа утра. Вместо завтрака – кружка эрзац кофе, разбавленного ячменного напитка. Потом построение в колонны на Аппельплацу, распределение на работы. Обед привозили в солдатских термосах. Обычно это был суп из брюквы. И, как вспоминают бывшие узники, их постоянно пересчитывали. Считали перед работой, во время работы, после работы. Если кто-то умирал в поле, заключенные приносили труп обратно в лагерь. Это нужно было для счета. Если утром уходило 100 человек, то вечером на проверке должно было быть такое же количество людей. Вскоре было решено возвести крематорию. Их было построено целых 4. Однако и печи крематориев, и постоянно дымящиеся ямы, где сжигали людей, не могли решить проблему утилизации трупов. Я смотрю, яма и пепел, распашонки, пеленки. Вот. И туда глянула, и там пепел. Вот. Вот видите, детей сжигали. Раз распашонки, пеленки, значит, что? Детей сжигали. Дальше идем, подрезаем кусты. Мальчик. Но мальчик не наш, потому что тогда гольфы у нас не носили в России. И у него прямо все здесь, живот разорванный, прямо кишки волочатся. Это было страшно. Элеонора Филонова попала в Освенцим в октябре 1943 года. Это было наказание за отказ работать на немецком заводе и попытку бегства. Когда ее доставили в лагерь, немцы признали девушку годной к выполнению физической работы. Для нацистов Освенцим был предприятием, настоящей фабрикой по уничтожению людей. Еще одно направление деятельности концлагеря – проведение научных исследований, опытов над людьми. В 1943 году на должность главного врача лагеря был назначен гауптштурмфюрер СС Йозеф Менгеля. Восоколомый молодой человек сразу развернул кипучую деятельность. Чтобы понять весь ужас, который испытали узники, попавшие в его кабинет, достаточно перечислить только названия тем, над которыми он работал. Повышение плодовитости арийских женщин и методы ограничения рождаемости недочеловеков, евреев, цыган и славян. В первом случае результат исследования оказался нулевым. Во втором доктор пришел к выводу, что наиболее надежным и простым методом является кастрация. В ходе экспериментов нацистского доктора пострадало больше 20 тысяч человек. Внутри концлагеря действовало движение сопротивления. В него входили русские, немцы, французы, поляки. Люди разных национальностей. Эта организация старалась помогать всем нуждающимся. В архиве концлагеря Освенцим сохранилось упоминание лишь о двух крупных случаях вооруженного сопротивления. Возможно, их было больше, но документальных свидетельств или воспоминаний, оставшихся в живых заключенных, о других событиях не осталось. Из воспоминаний Рудольфа Гесса, начальника концлагеря Освенцим. Мыслим о побеге мешал страх перед репрессиями, арестом близких, ликвидацией десяти или более товарищей по несчастью. Но многие не думали о последствиях и решались на побег. Когда оказывались за цепью часовых, им помогало местное население. Потом все шло гладко. Если же их постигала неудача, это был конец. Все равно погибать было их лозунгом. Узники, которые избежали смерти, приносили серьезный доход в нацистскую казну. В Освенциме были созданы десятки небольших фабрик самой различной специализации. Одна из них – швейная мастерская. Там работали исключительно евреи. Они шили одежду для персонала администрации лагеря, а также членов их семей. Однако часть продукции распространялась для розничной продажи по магазинам модной одежды Берлина, Мюнхена и других городов. Люди, которые не имели гражданской профессии, а это в основном были военнопленные, бывшие школьники, студенты, работали в области сельского хозяйства и на строительстве. Когда нас выводили на работу, мы видели русских военнопленных, которых вели с Востока. Для нас это был знак, что фронт приближается, а значит, скоро закончится война. С приближением советских войск к Освенциму фашисты начали эвакуировать узников концлагеря на запад, планомерно взрывая оставшиеся крематории, газовые камеры и бараки. 18 января последние оставшиеся в живых 60 тысяч заключенных двинулись колоннами в сторону Германии.